Это видео будет для вас очень непредсказуемо, как прогноз погоды по национальному ТВ и очень жесткое, как чебурек на закуску в рюмочной. Техника удара, онлайн курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, из подготовка для бойца 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, сиреневые тираннозавры! С вами проект Мой Тай Си Кей и я, Варченко Виталий. Сейчас вы станете свидетелями поединка между великим мастером кунг-фу, который обладает дыханием смерти и прикосновением, уничтожающим кристальные родники в солнечной долине боевых кенгуру. А его противником в этом бою был обычный боец Саньда, а кто не в курсе, это китайский кикбоксинг, только с бросками, который, наверное, понял, что терять ему в этой жизни нечего, а значит, можно рискнуть своим и так подпорченным в боях здоровьем и выйти на смертельный бой против великого мастера. А тем временем мастер делает подсечку, после которой падает вместе с кикером. Но это ничего, главная задача кунг-фу-мена просто дотронуться до противника и почувствовать его внутренние потоки энергии, после чего взять их под контроль и сделать из несчастной жертвы свою марионетку. Передвижение мастера настолько молниеносный, что даже Мэйвезер кусает локти и уже ищет номер телефона этого учителя, чтобы записаться к нему в ученики и мыть полы в зале, пока Амс не зайдет до его ничтожного уровня чемпиона мира и не покажет пару секретных прикосновений ледяного когтя бешеного единорога. Кстати, кикер ведет себя довольно странно. Он не пробивает серии ударов, не пытается бить в голову, даже имея возможность сблизиться с комбинацией, делает какую-то хрень, хватая ноги вместо жесткой двойки в голову. За весь бой наш боец Саньда ни разу не то, что не попал в голову, а даже не ударил туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну конечно я все понял, я же говорил вам про контроль внутренней энергии. Так вот, мастер кунг-фу захватил сознание бойца и заставляет его драться, как кабана-паралитика, который тупо лезет в ноги. Хотя по правилам партер запрещен, и проходы с переводом абсолютно бесполезны. Судья просто сразу поднимает бойцов. Но что это? Вы это видели? Невероятно! Мастер кунг-фу использовал древнее и сверхсекретное прикосновение смерти, которым на несколько секунд остановил сердце противника. И я в шоке. Я думал, такое можно увидеть только в великих баталиях невероятно ярких фильмов про кунг-фу. Но мы с вами стали свидетелями этого удара в реальной жизни. Кстати, без помощи великого мастера кикбоксер мог просто умереть. Но три ляща хвостом звездного дракона и обнимашки исцеляющего радужного питона и наш боец, слава всем святым журавлям, жив. Мы должны еще раз посмотреть на этот удар, чтобы больше никогда, даже случайно, не использовать его в реальном бою. А то, к сожалению, у нас нет связи со звездными драконами и мы можем просто убить своего противника. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и обязательно поделись этим видео с друзьями, чтобы они тоже знали про прикосновения смерти. А если ты хочешь научиться драться без смертельных ударов и поднять свой уровень бойца, тогда забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Бой был феноменальный. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру, он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. В свою очередь, таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чанг постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу. Удар пяткой в печень. Контролем среднего уровня предплечья. Как бабочка наказывает капусту на огороде нерадивой бабули. Ну, наверное, перевод был бы где-то таким. Вызов принял Джин Хон, начинающий боец ММА с рекордом в 4 победы, который подумал, что это неплохой шанс заявить о себе на весь Китай. Ведь победа над мастером кунг-фу. А теперь перейдем к нашему невероятному бою, в котором наш мега-качок просто уничтожает своего соперника нереально мощными, быстрыми и тяжелыми ударами. Ну, по крайней мере, у него в голове все-таки происходит. Но вот в реале этот бой похож на замедленное воспроизведение какого-то рестлинга. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего каратэ скатыли, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну, а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере. Наш Райан тренировался целых три месяца перед этим боем. Все-таки выходить дряблым задротом как есть он не рискнул. Но и этого было маловато. Хотя в бою он девочку не жалел и махал своими клешнями в лучших традициях сельских разборок возле клуба. Когда любуются бесконечностью звездного неба... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok